Привет! Вы на канале «АвтоСтронг», а вокруг меня мотоциклы нашего двухколёсного бренда «МотоСтронг». Все эти мотоциклы недавно приехали из Европы, а сейчас продаются по заманчивым ценам с полным комплектом документов. Мы настолько уверены в состоянии этих мотоциклов, что вы можете проверить их с любым экспертом. Если нужно, снимайте пластик и меряйте компрессию. Всё будет чётко. А ещё мы поможем с доставкой в Россию. Звоните в «МотоСтронг». Все контакты в описании. Сегодня мы продолжим рассказывать вам об атмосферных V6 для автомобилей Audi. И не только. Мы уже рассказывали о первом 2.6 V6 для автомобилей из Ингольштадта. А сегодня пришло время рассказать о втором поколении. Итак, встречаем 2.4 V6 ALF. Итак, инженеры компании Audi положительно оценили свой опыт с V-образными моторами и быстренько свернули производство моторов первого поколения. Наверное, их смущали одновальные ГБЦ. Поэтому они быстро взялись за проектировку двигателей второго поколения, где предусмотрели по пять клапанов на каждый цилиндр. Положительный опыт с такими двигателями у них тоже имелся. Первый рядный пятицилиндровый двигатель они обкатали еще в 1986 году. А первая рядная двадцатиклапанная четверка появилась на автомобиле Audi A4 в кузове B5 в 1995 году. Потом за этим мотором последовали турбодвигатели, на которые у нас, кстати, есть обзоры. В том же 1995 году на первой Audi A8 в кузове D2 и на устаревшей уже тогда Audi A6 C4 появились двигатели 2.8 V6. Да, с пятью клапанами на цилиндр. Итого на мотор 30 клапанов. Поздние версии этого двигателя до 2008 года существовали под капотами Skoda Superb. Его уменьшенная до 2,4 литра версия дебютировала в 1997 году на Audi A6 C5. Этот мотор ставился только на Audi A4 и Audi A6 до 2006 года. Сегодня мы будем разбирать одну из первых версий 30-клапанного V6 объемом 2,4 литра, который имеет обозначение ALF. Всего существует 7 модификаций этого мотора. Блок цилиндров у этого двигателя чугунный. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень. Зубчатый ремень приводит только выпускные распредвалы, а впускные от выпускных приводятся роликовыми цепями. У каждой цепи отдельный гидронатяжитель. Кстати, на базе двигателей V6 объемом 2,4 2,8 литра были созданы легендарные битурбированные моторы Audi объемом 2,7 литра мощностью 230 и 265 лошадиных сил. Эти двигатели также имеют родственные связи с дизельными моторами V6 Audi. Несмотря на то, что по сравнению с предшественником у этого двигателя в два с половиной раза больше клапанов, это никак не сказалось на надежности. При условии замены масла каждые 10 тысяч километров использование качественного масла с правильными допусками эти двигатели будут ходить очень долго, а при экономии на смазке уже при пробегах 200 тысяч километров начинались дополнительные затраты. Эти двигатели не склонны расходовать масло. Можно сказать, что доливка одного литра масла между заменами – это норма. Чтобы избавиться от такого масложора, надо поменять маслосъемные колпачки. А вот если двигатель начинает есть масло больше, то тогда, чтобы избавиться от такого масложора, надо производить ремонт, замену маслосъемных колец и всех изношенных деталей. Вообще эти двигатели V6 второго поколения механически очень надежны. А вот V6 с цепным приводом третьего поколения – это просто боль. С возрастом на этих моторах появляется течь масла по различным уплотнениям. Мы расскажем подробнее, что и где течет. А сейчас отметим, что с годами появляется запотевание на прокладке поддона. Проблема решается с заменой прокладок. Многие двигатели V6 со временем начинают неровно работать на холостом ходу. Причем стандартными методами эта дрожь не лечится. А именно, система зажигания работает корректно, подсосов воздуха нет, датчики детонации в норме, ремень ГРМ установлен правильно и катализаторы в норме. Причиной этой дрожи может быть двухмассовый изношенный маховик. Ранние V6 имеют плохо продуманную систему вентиляции картерных газов с эжекционным насосом и крохотным обратным клапаном. Она работает неэффективно и поэтому дроссельная заслонка загрязняется парами масла. Из-за этого двигатель перестает работать плавно и вообще дроссельная заслонка может замерзнуть зимой. А когда трубки и эжекционный насос закупорятся, тогда давление в картере начинает выдавливать масло через слабые уплотнения, а это прокладки клапанных крышек, а также уплотнение маслозаливной горловины. Во время работы двигателя при нормальной проходимости системы вентиляции картерных газов под клапанной крышкой должно быть разряжение. Также разряжение должно быть в трубке, которая идет от маслоотделителя на правой крышке. С возрастом многочисленные компоненты системы вентиляции картерных газов растрескиваются, появляются подсосы воздуха, да и сама система начинает работать хуже. Поэтому раз в 5-10 лет рекомендуется поменять патрубки, также некоторые компоненты этой системы, почистить маслоотделители, а также заменить трубки, которые находятся в развале блока. И это спасет хозяина от многих мелких проблем. Вообще на дорестайлинговую V6 можно установить обновленную систему VKG. На рестайлинговых машинах она уже более продумана, и там нету эжекционного насоса, а присутствует привычный мембранный клапан-гребок, в котором надо иногда разбираться с трещиной в мембране. Ну а сегодня в разборке этого мотора нам будет помогать новый человек, которого зовут Дмитрий. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Впускной коллектор двигателя ALF оснащен механизмом изменения его длины. Вот эта флейта на скорости работы двигателя более 4000 оборотов в минуту поворачивается и направляет воздух в цилиндры по коротким каналам. С этим механизмом ничего плохого не случается. Он надежен, разве что если начнет клинить, то его просто надо достать и почистить. Легкосплавные клапанные крышки установлены на резиновые прокладки, которые уплотняют их по периметру, а также уплотняют свечные колодца. Независимо от качества масла и интервалы замены масла. Эти прокладки еле выхаживают 100000 километров. Затем двигатель покрывается маслом, а также в свечные колодцы попадает масло. Прокладки стоят недорого, но чтобы поменять две, понадобится несколько часов. Как и на моторах первого поколения, на двигателях 2.4 V6 используется сдвоенная модульная катушка зажигания. По оригиналу она дорогая, поэтому чтобы продлить ее жизнь надо менять свечи каждые 50000 километров и следить за износом высоковольтных проводов. То есть из-за износа высоковольтных проводов, из-за износа свечей двигатель хуже тянет, плохо работает на холостых оборотах, стреляет в трубу и сыпет ошибками по зажиганию. Хотелось бы отметить, что на клапанных крышках указан порядок работы свечей зажигания. Почему обращаем на это внимание? Потому что порядок цилиндров другой, отсчитывается от моторного щита. В развале блока цилиндров находится отдельный маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Сразу под его крышкой находятся два клапана обратных, которые вкручены в блок цилиндров. Так вот, со временем из-за подгоревшего масла эти клапаны перестают закрываться после остановки двигателя. И тогда из-за этого из масляных каналов верхней части блока цилиндров из обеих ГБЦ стекает масло. После запуска двигателя, пока давление масла не поднимется, гидрокомпенсаторы будут цокать, а цепи будут греметь. При замене натяжителей цепей или при любом удобном другом случае надо обязательно поменять вот эти клапаны. Стоимость неприятно удивит. По 40 долларов за штуку. Положение впускных распредвалов отслеживают датчики на эффекте холла. Ресурс у них приличный. При неисправностях фиксируются ошибки. А вот если один из датчиков вышел из строя, то тогда двигатель не заведется. Правый датчик в системе обозначается как G40, а левый – G163. Ремень в этом двигателе надо менять каждые 128 тысяч километров. Это срок службы оригинального ремня и роликов. Для замены ремня ГРМ надо перевести автомобиль в сервисный режим. Снять все, что находится перед двигателем, от вентилятора до бампера и фар. Также при замене ремня ГРМ рекомендуется поменять и вот эту помпу, которую ремень приводит, потому что она может заклинить, ремень порвется и двигатель погибнет. Замена ремня несложная, но по инструкции надо использовать фиксатор шкивов распредвалов и с правильным усилием затянуть натяжной ролик, а также шкивы валов. В приводе ГРМ присутствует гидравлический демпфер. Он не входит в комплект ремня ГРМ, но эта деталь частенько выходит из строя. А когда она выходит из строя, то натяжение ремня ГРМ ослабевает. Тогда он начинает бить в районе натяжного ролика, может перескочить на несколько зубьев. Из-за этого двигатель будет хуже тянуть и расходовать больше топлива. А в худшем случае ремень может порваться и тогда двигатель погибнет. Цена вот этой детали 160 долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гидравлические натяжители межраспредвальных цепей являются по совместительству механизмами изменения фаз газораспределения в правой ГБЦ. Там, где цилиндры 1, 2, 3, гидронатяжитель и цепь установлены сзади. В левой, где цилиндры 4, 5, 6, спереди гидронатяжители выходят из строя из-за некачественного масла. Признак износа – грохот межраспредвальных цепей. А при пробеге намного больше 200 тысяч километров, вот эти башмаки могут отломаться, что влечет за собой тоже грохот цепей. Двигатель также может работать неровно, а может и вовсе не заводиться. Также цепи могут перескочить. При сбое в работе одного гидронатяжителя фиксируются конкретные ошибки. Также ошибки по смеси образованию. В целом двигатель хуже тянет и расходует больше топлива. Оригинальный гидронатяжитель очень дорог, стоит примерно 530 долларов. Но, к счастью, на рынке есть много предложений по неоригиналу, которые стоят в 5 раз дешевле. Также с интервалом в 200 тысяч километров может появиться течь масла из-под натяжителей цепей. Течь устраняется с заменой прокладок и полукруглых заглушек. Цепи ГРМ служат отлично. Примерно 250 тысяч километров. Замену можно приурочить к очередной замене ремня ГРМ. Менять цепи надо у квалифицированного специалиста, потому что при выставлении распредвалов есть очень важные особенности, которые надо учитывать. К состоянию распредвалов у нас никаких вопросов нет. Износа на кулачках и шейках мы не наблюдаем. Из-за использования некачественного или неподходящего масла у атмосферных V6 к пробегу в 200 тысяч километров начинали стучать гидрокомпенсаторы. В первую очередь они начинали цокать на холодном двигателе. В этом случае надо было менять все гидрокомпенсаторы. Цена одного гидрокомпенсатора 8 долларов. Это не оригинал. Оригинал в два раза дороже. Умножаем на 30 и получаем внушительную сумму. И это только на запчасти. Да, есть решение с разборкой и чисткой. Дешево, но надолго ли? Если гидрокомпенсаторы будут долго стучать до замены либо серьезно заклинят, то тогда соответствующие кулачки распредвалов могут их разбить. Но и кулачки тогда пострадают, и это может привести к замене распредвала. А если удары по толкателю приведут к рассухариванию клапана, то он полетит на встречу своему поршню. Здесь у нас, кстати, что-то похожее произошло. По сути первое поколение моторов V6 от Audi отличается от второго поколения головами. То есть в этих головах по 5 клапанов на один цилиндр. Мы видим, что этот мотор масло подъедал, но убило его не это, а убило его то, что один из клапанов покинул чат. Сложно сказать, почему так получилось. Но предположим, гидрокомпенсатор заклинило, кулачок распредвала начал по нему бить, клапан рассухарился и упал в цилиндры. Но, как видно, этот мотор еще с громким стуком смог проехать пару километров. Здесь мы наглядно видим, что клапан пробил себе дверь, чтобы покинуть чат. Возможно, мы найдем его в поддоне. Видно, что этот двигатель лопал очень много масла. Хон в цилиндрах присутствует, износ минимальный. Как и ожидалось, клапан покинул чат, но не смог покинуть пределы блока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чугунный блок цилиндров. Цилиндропоршневая группа двигателя 2.4 V6 вообще никаких нареканий не вызывает. Капитальный ремонт этого двигателя либо замена блока – это следствие использования контрафактных масел, а также следствие ненадлежащего обслуживания. Если вдруг этот двигатель начал есть пол-литра масла на тысячу километров, то тогда надо менять поршневые кольца. А теперь по поводу шатунных вкладышей и ремонтных размеров. Audi не предусматривает ремонтных размеров вкладышей, но в продаже есть два ремонтных размера коренных вкладышей и один ремонтный размер шатунных вкладышей. То есть восстановление коленвала в ремонтный размер возможно. Глядя на поршни, создается впечатление, что этот мотор капиталили. Поменяли шатунные вкладыши, коренные вкладыши, все поршневые кольца и что-то пошло не так. Следы вскрытия на этом двигателе присутствуют, но самый мощный след оставил вот этот клапан. И коленвал на первый взгляд без износа. Разборка закончена и сегодня мы разобрали надежный и ресурсный двигатель. Да, он прожорливый по бензину, да, требует качественного обслуживания. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, активируйте колокольчик, поставьте лайк этому видео. Обязательно напишите комментарий и поделитесь этим видео. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».